Всем привет! Мы сегодня в Дагестане, в Дзербенте, в самой старой части города. Самому Дзербенту более 5000 лет, а еще, говорят, 3000 лет ему простили. Наш согласный экскурсовод Этибар великолепно рассказал обо всем, но, к сожалению, цикады так сильно пели, что заглушили всю его речь. Мы спускаемся от южной части стены, это башня на Рынкалы, до Площади Свободы по узким улочкам старого Дзербента. А улочки действительно узкие. Для того, чтобы пропустить машину, нужно очень плотно прижаться к стене. Естественно, тротуаров здесь нет. В основном, что мы видим, это стены, забор, оборота. А вот это, кстати, бани. Этибар нам про них рассказал. А сейчас он нам рассказывает про еду. А какое самое вкусное блюдо в Дагестане? Да. Для меня долма. Долма? Да, я вас сегодня постараюсь. Спасибо. Кстати, слово он сдержал. А сейчас мы прогуляемся по территории главной мечети, джома мечети, то есть пиатичная. Она очень небольшая и без миноретов. Но посетить ее может любой. Самая старая часть города Дзербента имеет очень кривые олочки, делится на магалы. На домах просто указываются номера магала и дома. Олочки кривые были для того, чтобы запутать врага, который сюда попадает, чтобы с любой стороны можно было его обойти. А вот и обещанная долма. После экскурсии мы поехали в гостиницу Каспий. А еще раз, как это называется? Армуды. Армуды. Армуды переводят значит бруша. Спасибо, Этибар. Спасибо, Дербент. А вы приезжайте, все увидите своими глазами. Останавливайтесь в гостинице Каспий. Всем пока-пока.